Собираться всем вместе, общаться и наслаждаться компанией друг друга для них не редкость. В Ленинском районном обществе слепых всегда царит доброжелательная атмосфера, но сегодня у членов организации особенный повод – Международный день Белой Трости. Энергичные, активные. Вы не просто боретесь со своим нетоком, вы живете полноценной жизнью. Вы занимаетесь общественной работой, занимаетесь творчеством. И поэтому сегодня вас пришли поприветствовать замечательные люди. Чтобы отметить вклад членов организации в общественную жизнь муниципалитета, мероприятие посетили сотрудники районной администрации, которые вручили выдающимся представителям общества слепых почетные грамоты, а председателю сертификат на 40 тысяч рублей. Его Евгений Зорин планирует потратить на тифло-средства – приборы для облегчения жизни слабовидящих. Именно наше общество инвалидов по зрению Ленинского района является одним из самых лучших в Московской области. Это действительно так. Администрация Ленинского района находится на постоянном контакте с обществом. Активно реализовалась программа по доступной среде. В основном мы делали в этом году упор на соцобъекты. Сейчас в районном обществе слепых состоит 97 человек. В основном это люди преклонного возраста. К председателю организации хочется, чтобы состав помолодел. И к ним присоединилась молодежь, у которой благодаря этому может начаться совсем другая, интересная социальная жизнь. У нас же идут и фестивали, и конкурсы областные. Но я сам там участвовал, неоднократно занимал первые места. Приходите к нам. Скучно не будет. Мы вам найдем по интересам, как говорится, занятия. Приходите. Это мероприятие тяжело назвать праздником. Но раз дата послужила поводом для встречи, члены общества слепых скучать не намерены. Они с удовольствием послушали стихи и музыкальные номера, которые для них подготовили творческие жители района. Счастья вам неизменного, и здоровья не дала, и всего сокровенного мы хотим пожелать. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова